Мы с Александром Ивановичем обычно оппоненты, но в данном случае я во многом с ним согласен. Почему? Все-таки, Федор Александрович, я скажу, что сама постановка вопроса мне очень не импонирует. Если пойти по этому пути, завтра мы должны обсуждать, как буддисты смотрят на внешнюю политику, послезавтра, как иудеи, дальше пойдут по национальностям, это фактически шаг к тому, чтобы стравливать людей. Поэтому я думаю, что такая постановка вопроса мне представляется эффективной. Это первое. Второе. Знаете, мне очень понравилось выступление Виталия Вячеславовича и Руслана Вячеславовича. Может быть, потому что только по этому принципу, по отчеству. Не знаю. Но вот в них прозвучало очень много интересных и принципиальных моментов, которые действительно исключительно важны. Суть в том, что ислам, как религия, поднимается сейчас. И мы должны понимать, это мировой феномен. И через 10 лет мусульман действительно будет больше, чем христиан всех динаминаций. Это не мои цифры, это американцы приводят. И я в этом плане с ними согласен. И надо быть, соответственно, больше внимания уделять этой великой религии. В этой религии много своих особенностей. Я студентам, простите, но я повторю, называю три вещи особенных. Во-первых, это религия очень большой солидарности. Это единственная религия, которая создала межправительственную или межгосударственную организацию. В которой, между прочим, 57 государств. Это вторая организация после ООН. Она создала свою практически мини-ООН. Это говорил Александр Иванович, по-моему, первый, кто сказал об этом. Назвал ОИК тогда еще. Я имею в виду Александр Александрович, потому что я, простите, это не сказал. Александр Александрович, Игнатенко это сказал. Надо авторство. Во-вторых, я хочу сказать еще, я вот студентам говорю, но я хочу еще раз повторить. Это религия, которая не проповедует спиртного и очень отрицательно относится к наркотикам. И в-третьих, я хочу сказать, в мусульманских районах, даже в России, нет беспризорных. Это просто потому, что так требует религия. Но действительно у нас много перекосов есть. Много перекосов. И мы сейчас то, что ту линию, которую мы проводим в отношении... Да, ислам еще имеет особенность такую, что внешний ислам и внутренний очень связаны. Ну, так исторически получилось, я не буду объяснять. И у нас, соответственно, где внешняя, где внутренняя политика, идет очень большое переплетение. Особенно в отношении с исламом. К сожалению, мы по объективным и субъективным причинам во многом разделяем... Ну, так случилось. Политику Запада или точку зрения Запада, которая говорит, что вот это заведомо плохая религия, имманентно склонная к насилию. Это не так. Много написано на этот счет. Но, к сожалению, это, так сказать, общая точка зрения, которая, к сожалению, господствует в наших СМИ. Есть еще одна проблема большая, о которой здесь говорилось. Много людей пишет про ислам, мало чего понимая, зная какую-то одну деталь, одну какую-то сторону, а делает какие-то обобщения, и это дезориентирует. Вот в этом плане, конечно, у нас очень много недоработок. И образ ислама в России тоже все-таки складывается с негативным знаком. Это беда. На самом деле, ислам должен быть, стать одной из опор российской государственности. И так было, между прочим, еще в начале прошлого века. Во многом. Для этого надо менять, прежде всего, ориентацию наших СМИ. Здесь уже говорили, нет структур, которые, к сожалению, занимаются исламскими делами. Комплексно. Поэтому получается, что только силовики занимаются исламом. Это вот и приводит к искаженному образу. Это беда. Если это будет продолжаться дальше, мы будем иметь очень негативные последствия. Почему? Да потому что сегодняшняя линия фактически запрограммирована на то, чтобы рождать вот эти экстремистские настроения. Это надо менять. Это можно поменять. Для этого нужно, конечно, больше прислушиваться к самим мусульманам. Нужно активно помогать в создании российской богословской школы. У нас же была школа. Была и на Кавказе, и в Татарстане. Вот это серьезная задача. И туда можно вот этих молодых, энергию этих молодых ребят, которых Руслан очень хорошо о них говорил, вот этот потенциал надо использовать, но в мирных целях, созидательных, а не разрушительных. А пока получается, что мы используем в разрушительных целях. И последнее замечание, я хочу сказать, что тут вот говорилось о мечетях. Это серьезный вопрос. Нельзя недооценивать. Мы сейчас строим 200 церквей. Ну, действительно, Россия в основном православная страна. Но она православно-мусульманская, это не надо забывать. И то, что вот это какие-то такие странные замечания по поводу того, что там нельзя строить, здесь нельзя строить. Ну, тогда мы будем иметь большие проблемы. Вот Алексей очень хорошо об этом говорил. В будущем большие проблемы. Опять мы сами программируем это. Нужно повышать качество и исламоведов. Это серьезно. Надо, значит, менять мусульманское образование. Нужно избавляться от этих полузнайок. Нужно очень серьезно заниматься пропагандой. Было решение о создании канала. Оно должно быть воплощено в жизнь. По-другому нельзя. Без телевидения сейчас очень трудно. Слишком большая разноголосица, разнобой. В конце концов, это приводит к дезориентации. Между тем, ислам действительно может стать серьезной опорой в проведении нашей государственной политики. Потому что абсолютное большинство мусульман, абсолютное большинство, за небольшим исключением, действительно поддерживает нынешний курс. И это правда. Это истина. Но нельзя ориентироваться на громогласное или громкое какое-то меньшинство, радикальное. Оно, конечно, более заметно всегда и так далее. Но это не тот образ ислама, который нам нужен и который мы должны рисовать. Если бы мы больше внимания обращали вот именно на создание... Вот у нас надо два центра создавать. Один может быть в Дербенте, другой в Казани и так далее. Но это богословские центры. Должны быть многие вещи... Вот есть у нас такой, вот сегодня нет, Тауфик Ибрагим. Это выдающийся ученый. Вот недавно он опубликовал книгу, первую такую большую расширенную биографию пророка. Это действительно большой, колоссальный труд. У него есть свои идеи. Но надо поддерживать таких. Надо поддерживать реформаторов. В исламском мире, последнее замечание, в предстоящий период будет усиленная борьба. Вот сейчас идет между светскими силами и религиозными. Это так, в Египте, в Тунисе, в других странах. А если братья-мусульмане не преуспеют в Египте, а там трудно добиться каких-то серьезных успехов, потому что экономика практически в развале, то могут прийти к власти более радикальные элементы. Вот тогда это будет действительно колоссальной проблемой. Чтобы не допустить это, надо сотрудничать с этими новыми реформаторами. Сотрудничать надо, как бы то ни было. И надо понять, что ислам – это очень серьезная религия со своими особенностями, и с ней надо разговаривать на «вы». Все? Продолжение следует...